Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Виктория. Рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы будем готовить валаван из красной рыбы. Также их называют корзиночки из слоеного теста или слоеные тарталетки. Это очень красивая оригинальная закуска для праздничного стола. Полное количество продуктов вы найдете внизу в описании под видео. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые оригинальные интересные рецепты. Для приготовления самих корзиночек нам понадобится само слоеное тесто, я купила готовое в магазине, и яйцо для смазки. Диаметром примерно 5-6 см делаем круги. Затем диаметром поменьше я взяла крышечку от лимонада, делаем маленькие кружочки. Взбиваем яйцо для смазки. И затем начинаем накладывать кружочки с вырезанной серединкой на целые кружочки. Не забываем наколоть вилкой серединку. Для склейки можно смазать яйцом, но можно также этого и не делать. И обязательно смазываем сверху желтком по краям. Оставшееся тесто я раскатала, и в общей сложности у меня получилось 19 корзиночек. Смазываем яйцом обязательно и отправляем в духовку на 15-20 минут при 180 градусах. Пока корзиночки выпекаются, сделаем крем. Для этого нам понадобится сметана, сливочный сыр и рикотта. Уложим несколько ложек сливочного сыра, рикотты и ложку сметаны. Добавляем соль, перец, специи у меня базилик. Вы можете добавить другие специи, которые вам больше всего по вкусу. И хорошо перемешиваем до однородности. Нарезаем рыбу. Небольшое количество рыбы мелко-мелко нарезаем, чтобы добавить в крем. Остальное нарезаем небольшими кусочками, которыми мы будем украшать наши тарталетки. Небольшое количество красной рыбы накладываем в начинку и хорошо перемешиваем. Это придаст аромат начинке. В кондитерский мешок выкладываем начинку. Тарталетки готовы. Вытаскиваем их из духовки и даем им остыть. Остывшие корзиночки из слоеного теста начинаем наполнять нашей начинкой из сливочно-творожного крема. Сверху накладываем кусочки красной рыбы. Корзиночки из слоеного теста готовы. Готовятся они очень быстро, просто и легко. Выкладываем их на блюдо и украшаем сверху зеленью. Такая закуска на праздничный стол смотрится очень красиво, готовится быстро и получается вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт. А я вам желаю хорошего настроения, удачных праздников и до новых встреч. С вами была Виктория.